Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о здоровье, красоте и медицине. Сегодня вы увидите. Заеды. Почему они появляются и как от них избавиться? Поступление в школу. Чему важно научить ребенка? Секреты общения с пожилыми людьми, о чем не стоит забывать. Последнее вольное лето перед школой приносит родителям много тревог, связанных с предстоящим поступлением детей в первый класс. Иногда эти тревоги усиливаются, делая воспитательные потоки взрослых судорожно-хаотическими. На что в первую очередь стоит обратить внимание перед таким важным моментом, как поступление в первый класс, расскажем в следующем сюжете. Лето долгий срок, однако не стремитесь выполнить за него всю программу первого класса. Лучше убедитесь в том, что ребенок обладает достаточной психологической зрелостью, чтобы учиться в школе. Мне бы хотелось остановиться на таком физиологическом аспекте, который иногда забывают и родители, и даже педагоги. Это касается темпов индивидуального развития ребенка. Дело в том, что разница вот этого индивидуального развития каждого ребенка, она генетически предрасположена. Она заложена самой природой. И поспорить с этим практически невозможно. Биологический возраст ребенка-первоклассника может отличаться от паспортного на полтора-два года. Путь развития каждого человека индивидуален. Кто-то начинает раньше других ходить, но затем долго не говорит. Кто-то, наоборот, не умеет улыбаться, но зато начинает говорить целыми фразами, да еще и запоминает буквы. Поэтому к школьному возрасту дети приходят с разным багажом опыта, знаниями, умениями, навыками, привычками. Впоследствии каждый из них научится читать и считать. И, вероятно, даже станет грамотным, но к моменту поступления в школу важнее иметь не сформированные навыки, а способность воспринимать и усваивать новый материал, то есть способность к обучению. Иногда не всегда родители поступают как бы адекватно, стараясь натаскать его на учебу, так называемую, да. Из-за этого могут быть у ребенка какие-то проблемы. Ну, например, вы, например, сталкивались с таким, как дети держат в первом классе ручку, да. То есть они могут взять ее в кулак пятими пальцами. То есть здесь не прошли вот эти важные этапы тагетического развития мелкой моторики, мелкой кисти рук. Поэтому, когда ребенок идет в школу, для него важно не научиться читать, писать и считать, а важно очень обратить на эти такие развивающиеся моменты, то есть, например, на мелкую моторику рук. Кроме этого, мелкая моторика рук связана и с развитием речи, соответственно, с памятью, с вниманием. Важно также моторно-физическое развитие дошкольника. К семилетнему возрасту он должен уметь бегать, научиться плавать. Не обязательно стремиться к тому, чтобы он занимался спортом, но подвижные игры, такие как катание на горке вместе со сверстниками, зарывание в песок или снежки обязательно должны быть. С ребенком очень важно гулять на свежем воздухе. Познавать мир очень полезно в путешествии по парку, обсуждая увиденное, например, красивый закат или осеннюю листву. Важно также иметь понятие об организационной деятельности. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, когда ребенок должен понимать определенные какие-то задачи, инструкции, уметь их выполнять, причем доводить их до конца и как бы оценивать их результаты. То есть не бежать, посмотри, мама, я все правильно сделала, а именно сам как бы оценивать. Тоже это очень важно. Причем он должен воспринимать еще и чужого человека с этими заданиями. Важно соблюдать режим дня и отдыха. Это могут быть какой-то план, например, в картинках, это может быть какая-то инструкция, какая-то схема, список его дел. То есть когда ребенок не будет руководствоваться постоянным напоминаниями родителей, что довольно-таки это занудно, а именно будет сам разрисовывать свой режим дня и получать как бы от этого удовольствие, когда он его выполняет. Что касается помощи родителей дошкольнику, то здесь важно понимать, у ребенка есть определенная зона собственного развития, то, что он умеет делать сам. Но есть мероприятия, которые он не может выполнить без взрослых. Вот если с ребенком занимаются родители, как бы не отталкивают ему, помогают ему, то к следующим этапам его зона, она, конечно, будет увеличиваться. Но это не значит, конечно, что с детьми надо делать уроки, как бы за них делать уроки. Ну, например, вот любовь к чтению, как привыть, тоже привыть, то же самое помогает вот это правило Выгодского. То есть читать вместе с ним. Причем дошкольнику можно читать, но можно уже и первокласснику с ним читать. То есть мама перед сном читает ребенку. У меня были такие случаи, когда ребенок не хотел читать, но мама вот стимулировала так, они открывали книжку, она брала интересное, читала ему. Он ждал этого каждый раз вечером. И в конце концов ему хотелось что-то там, ну, вот, дочитать. И в конце концов он сам даже уже брал эти книжки, читал и даже маме там советовал что-то прочитать. Школа – это новая среда, новые впечатления. У первоклассника вырабатывается защитная реакция, могут появиться какие-то страхи. Поэтому очень важно, чтобы рядом с ним были уверенные родители. Именно мама и папа могут позитивно настроить свое чадо и поддержать его в этот период. Ребенку важно говорить, ты обязательно справишься, а еще хвалить и выражать благодарность за те задания и дела, которые у него получаются, стимулируя его к обучению и школе. Бывает так, что в один прекрасный момент человек обнаруживает в уголке рта трещинку или язвочку, которая побаливает и может даже немного кровоточить. Такую неприятность в народе называют заеды. От этого заболевания не застрахован никто, не взрослые, не дети. В следующем сюжете расскажем, как уберечься от заед, а если уж они появились, как с ними бороться. Когда появляются заеды на губах, человеку становится труднее разговаривать. Острая, кислая и соленая еда вызывает болезненные ощущения. И все это сопровождается зудом и сжением проблемных участков кожи губ, которые и так нежные, а при заедах становятся еще более чувствительными. Такие болячки по-научному называются ангулит. Это заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта вызывается разнообразными бактериями. Стриптококи, стафилококи, которые могут в силу каких-то причин тоже понижения иммунитета вызывать эти заеды. Здесь обязательно, ну, смотря какая форма, назначаются антибиотики, назначаются антисептики местного действия. И тоже, прежде всего, нужно установить причину. Следующий момент – это кандидоз. То есть грибковая инфекция, когда есть дисбактериоз желудочно-кшечного тракта, дисбиоз полости рта, из-за этого может тоже возникнуть заеда. То есть здесь можно взять анализ на грибки. Это тоже делается в нашем диспансере. Наиболее часто появление заед в углах губ вызвано упадком иммунной системы организма. Причиной снижения функции иммунитета нередко становится нехватка витаминов. Чаще всего у людей, страдающих этим заболеванием, наблюдается дефицит витамина В. Важно полноценное питание, потому что соблюдение так называемых диет, которые несбалансированы, может приводить к появлению заед. Обязательное условие успешного и быстрого избавления от заед в уголках рта – неотложное лечение при первых признаках заболевания. Прежде всего нужно уточнять причину возникновения этих трещинок. Потому что иногда проблемы с иммунитетом, проблемы с внутренними органами, чаще всего это со стороны желудочных щечного тракта, они достаточно хорошо и быстро корректируются, и эта причина не возникает. Потому что иногда наши пациенты применяют только наружное средство, это не всегда приводит к эффекту хорошему. Ну и есть так называемые заеды, когда человек может употреблять в пище острые продукты, фруктовые какие-то кислоты после, например, употребления в пищу ананаса или других таких очень ярких по вкусу продуктов тоже могут возникать заеды. Но здесь уже немножко другая причина, то что просто раздражение слизистой оболочки. В противном случае проблема может перейти в хроническую форму, что доставит массу неприятностей человеку. Чтобы точно определить природу заеды, необходимо посетить врача. Он возьмет мазок, и если дело в грибке, доктор назначит противогрибковые препараты и мази. Иногда в форме заеда или трещины у рта может также протекать и герпес, красный каймый губ. То есть нужно обязательно показаться дерматовенерологу. Если эти заеды сопровождаются еще какие-то язвенные поражения полости, а то тоже стоматолог или дерматовенеролог, нужно подойти обязательно на консультацию. Что касается профилактики заед, в первую очередь нужно, конечно, соблюдать гигиену полости рта, тем самым по возможности исключая вероятность грибкового происхождения заед и раз в полгода посещать стоматолога. А также сбалансировано питаться таким образом, чтобы в организм с пищей поступало достаточное количество витаминов. Дабы избежать появления неприятных ранок, нужно употреблять мясо, творог, печень, бобовы и прочие продукты, содержащие в себе витамины В2, В6, а также железо и цинк. Душевное здоровье современного человека на любой фазе жизни во многом определяется качеством его общения. Общение с пожилыми людьми обладает некоторыми особенностями. О них мы и поговорим. Как правило, жизнь пожилого человека не всегда богата разнообразными событиями. Однако они заполняют собой все его индивидуальное пространство и время. В итоге то, что воспринимается более молодыми как незначительный эпизод, для старого человека становится делом целого дня. Например, разговор по телефону, встречи с другими людьми, соседями, приход социального работника. Договариваясь о встрече с бабушками и дедушками, важно считаться с их планами и распорядком дня. Поскольку для пожилого человека следование ритуалам позволяет сохранять душевное спокойствие и ощущение контроля над собственной жизнью. Очень важно разрешить пожилому человеку быть такой, какой он есть. Очень часто мы так или иначе пытаемся их изменить. Особенно это часто бывает в том, что касается наших пожилых родителей или близких родственников. Мы пытаемся им что-то объяснить, доказать, объяснить, что мы не такие, что жизнь. То есть мы пытаемся им что-то, ну как бы помочь изменить в себе. В пожилом возрасте это делать сложно и не нужно. То есть это просто путь к каким-то конфликтам. Часто причиной многих конфликтов с пожилыми людьми может быть непонимание их склонности к рассказам о своей прошлой жизни. В это время человек снова чувствует себя молодым, красивым, сильным. Он снова переживает свои успехи, мысленно встречается со старыми друзьями. Поэтому не следует лишать стариков их любимого занятия, предаваться воспоминаниям, а напротив поощрять его. Просто надо заранее запланировать для такого разговора некоторое время. Можно порекомендовать две важные вещи. Расспрашивать пожилого человека о том, что с ним происходит. Для этого подходит то, что называется техника активного слушания. Техника активного слушания – это вы соглашаетесь с тем, что вам говорят, и задаете уточняющий вопрос. Или просто повторяете что-то из сказанного вам перед этим. Второе, что очень важно, рассказывать о том, что с вами происходит. Происходит с вами, с вашими детьми, с тем, что происходит вокруг. Да, это дает пожилому человеку ощущение сопричастности с тем, что в вашей жизни происходит. Нередко общение с пожилыми людьми предполагает наличие у вас крепкой нервной системы, философского взгляда на трудности и терпения. Однако, если вы спланируете для себя все то, что, по вашему мнению, входит в круг ваших же обязанностей, и будете придерживаться намеченного плана, то ваше общение с пожилыми родственниками войдет в определенный режим, который можно легко поддержать. Конечно, каждый случай индивидуален. У нас два очень сильных чувства дают нам максимальное количество энергии – это страх и злость. И в пожилом возрасте, когда уровень энергии вообще падает, то пожилые люди пытаются найти их. Поэтому часто можно увидеть такие яркие пожилые люди, которые предпочитают злиться, и пожилые люди, которые предпочитают бояться. Разрешите им быть такие, какие они есть. Разрешите им, если у вас есть предположение, что от того, что ваш пожилой родственник или человек, с которым вы общаетесь, хочет в этот момент подзарядиться от вас энергией, например, поконфликтоваться с вами, ну, позвольте ему это сделать. Для него это необходимо. Опять же, это вопрос к вам. То есть, если вы не готовы, уходите. Но, в принципе, разрешите ему это сделать. Поддерживайте в бабушках и дедушках самостоятельность. Не лишайте их возможности чувствовать себя способными сделать что-то полезное. Даже если это будет что-то совсем неважное. Внося свою маленькую лепту в общий быт, они сохраняют свое самоуважение и чувствуют себя полноценными членами семьи. Если вы хотите внести какие-либо изменения в быт пожилого человека, например, сделать ремонт в комнате или переставить мебель, обязательно посоветуйтесь с ним. Дайте ему возможность остаться среди своих любимых предметов. Берегите психологический комфорт своих близких. То, что лучше для нас, не всегда будет лучшим для пожилого человека. На этом наша программа подошла к концу. Добавлю ко всему вышесказанному, что для нашего здоровья главное – это то, чтобы в числе его врагов не оказались мы сами. Берегите себя, цените, любите и уважайте. И тогда никакие болячки вам будут не страшны. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»